Не менее 2000 леев тратит Молдова всякий раз, как получают сообщения о минировании зданий, куда направляют специализированные службы. Однако затраты различаются в зависимости от места, которое подвергается атакам преступников. По словам главы МВД, сколько всего государства понесло убытков из-за ложных предупреждений о бомбах, пока не подсчитано. А в ближайшее время Высший совет безопасности представит документ об изменении алгоритмов работы правоохранительных органов, чтобы по возможности не блокировать деятельность учреждений ложными сообщениями о минировании. Каждый звонок, в котором участвуют не менее трех человек, уже достигает 2000 леев. Есть вызовы, куда приезжают и 15 человек. Ежедневно сумма растет в геометрической прогрессии. Мы не подсчитываем расходы ежедневно. По словам министра, если в прошлом году было 25 ложных сообщений о бомбах, то в первой половине текущего уже 245. Большинство предупреждений поступило на электронную почту. Также были сообщения по телефону. А личности преступников в большинстве своем установлены. В последние недели несколько госучреждений, больниц, Кишиневский аэропорт, торговые центры и другие объекты социального значения стали объектами предупреждения о заложенных бомбах. К счастью, все они оказались ложными.